К своим 48 годам актриса Елена Захарова успела добиться многого. В её фильмографии уже более 120 ролей. В 31 к ней пришла популярность после съёмок в сериале «Кадетство». Уже больше 20 лет она выступает на сцене Театра Луны. К тому же актриса – счастливая мама шестилетней дочери. А 12 лет назад ей казалось, что её жизнь разрушена, когда не стало её 8-месячного ребёнка. А через несколько дней муж заявил о том, что хочет с ней расстаться. Захарова потеряла почву под ногами. Как ей удалось пережить этот страшный период, и в чём она обрела новое счастье, вы узнаете из этого видео. Будущая актриса родилась 2 ноября 1975 года в Москве. Жизнь Елены Захаровой вполне могла бы послужить сценарием к художественному фильму. На пути Лены было множество печали и радостей, через которые ей пришлось пройти, чтобы сделать достойную актёрскую карьеру. В детстве Лена была очень подвижным ребёнком, поэтому, чтобы направить её фонтанирующую энергию в нужное русло, родители отдали дочь в студию эстрадных танцев. Потом Лена ходила на балет, а в подростковом возрасте начала посещать кружок театрального мастерства. В 15 лет Захарова намеревалась поступить в театральную студию Голубовского, но её не приняли и к тому же посоветовали актёрской профессии не заниматься. Девушка безумно расстроилась, а родители попытались успокоить её, предложив альтернативу – стать переводчиком. Наша героиня действительно начала заниматься английским с репетитором, а параллельно строила карьеру модели. Однажды на съёмках к Елене подошёл человек из Института культуры и поинтересовался, не хочет ли столь артистичная девушка попробовать пробиться в актрисы. Старшеклассница пояснила, что профессионалы уже вынесли вердикт, но незнакомец убедил её не сдаваться. Она прислушалась и пошла на подготовительные курсы во ВГИК. Позднее Лена поступила в Щукинское училище, а сниматься в кино начала ещё в студенчестве, засветившись в приюте комедианта в роли Вики. Получив диплом, актриса устроилась в Театр Луны, где снискала славу, сыграв в Гамлете Офелию. За блестящее воплощение персонажа на сцене Захарова удостоилась награды «Чайка». Мужчины обращали на Елену внимание задолго до начала актёрской карьеры. Более того, первые бойфренды были категорически против её съёмок в кино. В старших классах избранник поставил девушке ультиматум. Или он, или театральный вуз. Разумеется, на этом роман закончился. Следующий возлюбленный по имени Егор после семи лет отношений заявил, что женится только если артистка бросит профессию, с чем Захарова также не согласилась. В отчаянии актриса поехала в Израиль, чтобы помолиться у стены плача. Женщина попросила у Бога семейного счастья. Прошло несколько лет, прежде чем артистка заключила, что желание исполнилось. На кинотавре она встретила бизнесмена Сергея Мамонтова, который не имел ничего против публичной профессии Лены. Спокойно относился к репетициям в театре, гастролям и постоянным съёмкам. Казалось, вот он, человек, с которым смело можно жить и создавать семью. Вскоре актриса забеременела, что привело гражданского мужа в восторг. Он окружил возлюбленную заботой, не запрещая ей при этом продолжать работать. В феврале 2011 у пары родилась дочка Анна Мария. Работа для актрисы сразу ушла на второй план. Самое главное для неё отныне – это ребёнок. Лена постоянно находилась в состоянии абсолютного счастья и гармонии. Когда Маша родилась, она отказалась от проектов, требующих длительного отсутствия. Она хотела быть с дочкой, кормить грудью, поставить её на ноги. Это безоблачное счастье продлилось всего 8 месяцев. Актриса должна была улететь с семьёй во Францию, но неожиданно у маленькой Маши поднялась высокая температура. Мама советовала артистке вызвать обычную скорую, но Елена посчитала, что платная служба будет действовать эффективнее. На деле вышло наоборот. Врач, работавший на коммерческой основе, поставил девочке неверный диагноз. Всю ночь актриса звонила в клинику, жалуя, что температура не снижается. А в ответ получала отговорки и обещания, что скоро ситуация улучшится. Затем Захарова вызвала обычную неотложку, но, очевидно, момент был упущен. Доктора очень долго не могли определить, что у Анны Марии менингококковая инфекция. В итоге, через несколько дней, малышку пришлось ввести в медикаментозную кому, из которой она не вышла. Возможно ли пережить такое горе? Актрисе было невыносимо думать о том, что дочки больше нет. Утешала только вера в то, что крошка попала в лучший мир. Успокоить артистку пытались друзья и мама. А сама Елена приняла решение на девятый день после трагедии выйти на площадку на съемке сериала «Ледников». «Я плакала несколько лет в подушку, но на людях этого не делала. Я работала», поясняла Захарова. Казалось, горе должно объединять родителей, потерявших ребенка. Но Сергей оставил Елену меньше, чем через две недели после случившегося. Толкового разговора не вышло. Мужчина просто заявил, что им нужно пожить отдельно, попросил Актрису собрать вещи и уйти. Короткая беседа с матерью Мамонтова и вовсе выбила звезду из колеи. Женщина обвинила Захарову в пиаре на трагедии и создании информационной шумихи. На самом деле, новость появилась в интернете из-за слива больничной сводки СМИ. «Мне иногда кажется, что ценой своей жизни Машенька разлучила меня с той семьей. Возможно, если бы не ушла она, что-то произошло бы со мной», – рассуждала Елена позднее. «Я пережила еще один страшный момент. Еще до 40 дней мне сказали, если хочешь вещи ребенка, забирай, мы квартиру эту будем сдавать. Я просила подождать, но мне не дали. И после 11 дня я в стрессе собирала вещи. Этого врагу не пожелаешь». Захарова регулярно ходила в церковь, причащалась, беседовала с духовными наставниками. Актриса просила у Бога только об одном – о возможности снова стать матерью. Ее мольбы были услышаны в 2017 году. У беременности артистка узнала на гастролях со спектаклем «Мата Хари» на Кипре. В первые дни Елене не верилось в собственное счастье. И радостную новость она сообщила только самым близким подругам. К осени отрицать очевидное было бесполезно. В октябре актриса появилась на концерте Александра Градского, и ее округлившийся живот под голубым платьем заметили зрители. 6 декабря у артистки родилась дочка. Звезда принимала поздравления от поклонников и коллег, но ни имени дочки, ни личности ее отца не раскрывала. «После разрыва с Сергеем у меня случались отношения, очень разные. Кто-то хотел семью, а я понимала, что не мой человек, не лежит душа. Мне очень важно любить самой. Не обязательно быть богатым, но важно быть щедрым. И вот сейчас рядом со мной щедрый мужчина», – говорила Елена об отце второго ребенка. Появление на свет малышки в корне изменило жизнь Захаровой. Отныне ее расписание было полностью подчинено дочери. Актриса не отказывалась от светских мероприятий, однако стала гораздо избирательнее. Изредка Елена рассказывала о характере и вкусах наследницы. Так выяснилось, что кружка очень любит музыку и танцует под любые песни. Актрисе предлагали баснословные гонорары за первые фотографии ребенка, однако она твердо решила пока не представлять малышку публике официально. Впрочем, это не мешало артистке брать наследницу на спектакли, съемки и деловые встречи. Долгожданное материнство словно омолодило актрису. Она очень быстро вернулась к весу, который был до родов, отмечая, что похудела во время грудного вскармливания и благодаря физической активности. Почти все по хозяйству артистка делала самостоятельно, так что иногда не успевала даже поесть. Артистка не распространяется по поводу романов, но известно, что рядом с ней находится любимый мужчина. Главный вопрос, который интересует подписчиков актрисы – когда она выйдет замуж. Однако артистка не отвечает. Остается надеяться, что в скором времени Елена Захарова раскроет все карты и поделится новостями о личном счастье с окружающими.